Всем доброе утро, всем доброго времени суток, всем физкульт-привет, мои уважаемые женщины, девочки, мужчины, все, кто меня смотрит, всем огромнейший физкульт-привет Кискива. Прибежала только на свою пробежечку я. В двух словах немножко расскажу вам, пообщаемся сейчас. Вчера не было на своей пробежке, у меня вчера была культурная программа, ходила в парк, смотрела цветущие сакуры. Скажу честно, во-первых, никто не среагировал, что вчера выходной день. Приходим туда, тьма людей, тьма. Чтобы сфотографироваться возле красивого дерева, нужно еще постоять в очередь, пропустить людей, шумно, дети, очень много людей, очень много людей. Толпы людей, это не отдых. Это не отдых. В толпе не отдыхается. Даже красота не видится, так как ее нужно увидеть. Я практически ничего не снимала, потому что у меня канал имеет формат похудения, есть намного интереснее каналы, красивые каналы, путешествия красивые. Ну, так немножечко, пару фоток есть у меня, цветущих сакур. Пришла домой, и я понимаю, что меня прет. У меня не было движения, я просто задыхаюсь, я никакая. Знаете, как вот тюхтя какая-то. Вот я не подвигалась, у меня какая-то не такая рука, не такие мышцы, какая-то слабость. У меня не было кровообращения, вот и все. У меня нету кровообращения в организме. Да нет, так не будет. Я одеваюсь вечером и гоу сюда вечером. В 19.40 я была здесь. Что наблюдала вчера здесь? Я сняла, потом вытерла все. Тьма людей, люди заканчивали пикники, немножко дымовая завеса, очень много детей. Гала-гала, шум, ор, обалдеть. Поэтому я всегда здесь только утром. Вот утром хорошо занимается, хорошо дышится. Вот смотрите, никого нету, никого. Вот это отдых, вот это время для работы. Я же сюда прихожу работать, не развлекаться, не гулять конкретно. Идем погуляем. Вчера у меня был после моих пробежек вечерний променад. Вот так мы еще погуляли. Но здесь у меня вчера театра не было, то есть упражнения я не делала. Ну а зачем? Тут немало людей. Зачем? Быстрый темп у меня был. Темп такой. Километр, километр, 9 минут. Все, вот такой темп. Вот я вчера прошла вечером здесь, 8 часов почти уже было. Километр, 9 минут. Все, я посчитала. Без упражнений. Пришла домой, туда-сюда, переоделась, а потом еще гуляли. Немножко, километр 4 еще по городу находили. Ну вот так. Ну а сейчас конкретно, сейчас набираю темп. Я соскучилась за темпом, мне не хватает. Я подвижная, я активная. Даже если где-то что-то, я всегда отработаю. Берите это на заметку, вы тоже. Если вы активная, вы отработаете лишнее яблоко. Вы поняли меня? Потому что дневная норма, напоминаю, сахара. 37 грамм, это 2 яблока. Может быть кто-то говорит, нам не хватает углеводов. Хватает еще как нам углеводов. Еще как хватает. Поэтому если вы активно, вот сейчас отзанимаетесь, как я, можете съесть что-то. Вы отработаете эту энергию. Ну все, прячу камеру и гоу быстро, Таня, в движении. Только работать. Все, соскучилась. Просто меня прет двигаться. Ну все, девочки. Делаем форму тела. Вот погнали по ступенечкам. Это вам не аллея Сакур. Тут двигаться нужно. Вот это кайф. Вот это метаболизм. Вот это обмен веществ. Вот, 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 вот. Вот, культурная программа обязательно нужна. Но не забываем о своем теле и о здоровье. Все, погнали дальше. Погнала. Пришла вчера из парка. Тьма людей. Приходишь, никакая. Вываренная. Движения не было, работы не было. А приходишь, никакая. А вот отсюда прихожу домой. Меня прет работать, что-то делать. У меня кровообращение. Вот что значит двигаться. Я иду, меня распирает гордость. Молодец, Таня. Не валялась на диване. Молодец, не чухалась. А мне нужно поубирать. Да, я сейчас 300 раз поубираю. Так никто не поубирает, как я. Если я делаю пельмени, то я 400 пельменей налеплю за 2 часа. У меня кухня будет чистая. Я не развожу вот это ля-ля-ля на полдня. Я все успею. Я просто не показываю ничего. Я показываю чисто по себе. Ну все, побежали, девочки побежали. Кто не бегает, не нужно. Ходить нужно. Ходить. Я могу пробежать? Я бегу. Вот так. Все с божьей помощью. Три операции с ногой. Две берцовые кости было поломано. Выбивнова играла с детьми. В своем рывке поломала две берцовые кости. Вторая операция. Спешила на работу. Начала рано видно ходить. Перелом в сторону. Пластина поломалась. Железко 20 сантиметров и 9 болтов в сторону. Ну а потом, через два года уже достала эту пластину. И своими ножками ушла. Сегодня пришла, послезавтра ушла домой. Ну вот так. Поэтому не нойте, не нойте. Разрабатывайте ножки, суставы, разрабатывайте. Посмотрите историю моего похудения видео. Я вам рассказываю там. Рассказываю о мужчине. Как себя привел человек в порядок. Вы знаете, вот есть такая философ Анна Кирьянова. Она говорит, уловите тот момент, когда вам есть подсказка свыше. Уловите. Вот у меня была такая встреча с этим человеком. Человек рассказал свою историю. У него была операция неудачная. Грыжа спины. Неудачная. С больницы на костылях. Вынесли. Вынесли под руки. С диагнозом порез нижних конечностей малого таза. Полупарализация. Вы бы видели сейчас этого мужика. Это мачо. Любая женщина свернет шею. Будет на него смотреть. Вы поняли, о чем я? Вот можно же себя привести в порядок. И когда он мне рассказал эту историю, я думаю, ого, дядя какой стал. А ну, Таня, быстро заняться собой. Немедленно. И в этот вечер я в спорте была уже здесь на канале. И двигалась. В этот же вечер. Вы поняли меня? Поэтому не нужно отлаживать с понедельника. Завтра. Сегодня. Сейчас. Сию минуту. Встали, оделись. И занялись собой. Ну все, девчата. Немножко жестко. Ну а как с нами красавицами? Правильно? Погналы. Милые мои женщины. Я вот стою сейчас перед вами. Нашла жертву. Чтобы меня сняли. И вы увидели. Я хвастаюсь. Я купила себе такую классную вот сумочку. Такая барсеточка. Бананочка. Или как она называется. Суперовая. Она мне так удобна. Здесь у меня телефон. Здесь у меня ключи от квартиры. Вот так отделай. Руки свободные. Мы делаем с вами упражнения. Вы поняли меня? Супер. Вот бегу домой. Нагонялась я вот так. Вот это, я понимаю, разогнала метаболизм. Приехала на Сокорти к своему стоматологу. Обалдеть. Небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. Нет, это не мое. Мне здесь не близко очень. Небо не видно. Небо не видно. Обалдеть. Одни кондиционеры только. Нет. Я так не хочу. Стены. Просто стены стоят. Это ж давит как. Это ж сжимает. Нет, нет, нет. Нет. Хочу домой. Кофе нам никто не отменяет. Обязательно пьем кофе. Тогда, когда захотели, тогда и пьем. Шоколад обязательно. У меня сегодня даже жидкий шоколад. Я себе сделала. Какао. Кусочек деревенского масла. Молочка столовая ложка. Сливочки десятипроцентные. И один пакетик ванильного сахара. Вот, пожалуйста. Жидкий шоколад. Вкуснятина. Ложечку, две. Вот кофейная ложечка у меня. Обязательно съем. Обязательно. Твердого шоколада у меня нету. У меня жидкий шоколад. Прекрасно. С кофе пеночка ушла. Ну, я долго общалась, а поэтому пеночка ушла. Вот у меня чашечки такие. Я покупала их давно. Тридцать пять лет тому назад. Это немецкие чашечки. Вот на них пишется. Посмотрите. ГДР. Обалдеть. Такие блюдечки у меня есть. Масленочка и сахарница. Вот такой разнобойчик. Но насколько мне приятно. Обожаю маленькие кофейные чашки. Обожаю. Я никогда не буду пить заваренный кофе. Большой чашки. Нет, только маленькая чашка. Ну, все. Пьем кофе с горячим шоколадом. Супер. Прелесть. Всем на здоровье. Пришла из ярмарки. Хочу вам показать продукты. Показываю не все продукты. В сумочке еще остальные у меня есть. Вот, пожалуйста, посмотрите на мой стол. Красивый стол. Фиалочка у меня цветет здесь. Ну, красивый стол я имею ввиду с продуктами. Яблоки. Красивые, яркие яблочки. Я их купила для запекания. Ярмарка. Скажу честно, но это мое личное мнение. На ярмарках продают в основном одни неликвиды. Продавцы сегодня есть, завтра нету. Претензию не предъявишь. Но я выбираю хороший продукт. Я пройду туда-сюда, а потом возвращаюсь. 13 гривен. Это 50 центов. Взяла 4 килограмма. Конкретно для запекания. Мне многие пишут. Таня, так хочется сладкого. Особенно вечером. Вот что делать? Вечерний жор. Ну, как это вечерний жор? Мы должны с вами знать, что после 6, даже желательно в 16-17 часов, у нас поджелудочное прекращает вырабатывать ферменты. Ферменты. Амилазу, липазу, протеазу. И вся пища будет гнить у нас. Мы должны это не забывать. Ну, хорошо, захотелось чего-то поесть. Давайте что-то легкое. Вот давайте запечем яблоки. Прекрасная растворимая клетчатка. Растворимая. Это лучшая форма пектина. Запеченный яблоко. Вот эти яблоки только для запекания купила. 4 килограмма. 50 центов. 13 гривен. То есть дешево. Пожалуйста, запекайте с творогом. Мне нравится свежий творог. Немножко корицы. Это же просто эклерчик получится. Съешьте такие 4 половинки. Два яблока. Тут хороший размер яблока. Чашка чая. Супер еда. Обжорства не будет на ночь. Нет. Это сытно. Запеченное яблоко намного сытнее, чем сырое яблоко. Это проверено. Советую. Запекайте яблоки. С творогом. С корицей. Вечером. Супер. Чашка чая. Повторяюся. Купила сегодня кунжут и семечки. Я давно не делала халву. На канале у меня есть прилист халва. Но хочется халвы. Но хочется сладкого. Но магазинная халва, она такая сладющая. От нее же тошнит. Тем более я отошла уже от очень сладкого вкуса. Мне уже невкусно сладкое. Купила 200 грамм семечек. Это получаются семечки. 5 гривен. 100 грамм. 10 гривен. 10 гривен, если в центах, 30 центов. Люди, это ж даром. 200 грамм кунжута. 60 центов. На канале есть прилист, как готовится халва. Никакого сахара. Ложечка меда. Ну, это тоже сахар-мед. Я положу пакетик ванильного сахара. У меня меда нет уже. Прекрасно будет. Кто не видел, смотрите, готовьте. Супер. Много вы такой халвы не съедите. Она очень сытная. Здесь настоящий продукт. Не фальсификат. Настоящий. Кусочек два отрезали, маленький. И все. Вам не захочется. И под кофе это просто супер вкуснятина. Готовьте домашнюю халву. Альтернатива плохому сладкому. Напомнила. Чисто случайно. Смотрю, продают уже молодую свеклу. У нас в Украине говорят буряк. У нас даже все русскоязычные скажут скорее буряк. Хочу купить буряк. Молодой чесночок. Я обожаю молодую свеклу. Обожаю. Как салатик. Вот у меня есть такая маленькая терочка. Она у всех, наверное, есть. Это терочка для морковки по-корейски. Натирается свеколка. Бурячок. Добавляется чесночок. Оливковое масло. Супер полезно. Потом гликемический индекс. Сырой свеклы 35. Всего лишь 30 или 35. Очень мало. А вареной свеклы 65. А это гликемический индекс белого сахара. То есть вареная свекла это чистый белый сахар. А здесь только 30. Вот такая польза сырой свеклы. Натерочку с чесночком. Это супер. Вам понравится. Буряк сейчас нетвердый, нежный. Вкуснятина и польза какая. Добавьте кусочек мяса, кусочек рыбки. Или просто так захотели салата съели. На здоровье. Ну вот это у меня такие продукты. Конкретно для стройнеющих. Для тех, кто держит вес. И следит за своим здоровьем. Польза, девочки. Ну честно скажите, а? Еще какая польза? Ну все. Сейчас занимаюсь делом. Яблоки буду запекать на пару дней. И халву готовлю в холодильничек. Вот это моя будет альтернатива плохим сладостям. Какая маленькая красивая сакура. Какая нежная. Тоненький ствол. Такой тоненький, тоненький. А какая красавица пышная. Люди делают съемки. В японском стиле какая прелесть. Какая прелесть. Пагоды все в японском стиле. Ну очень красиво, очень красиво, очень интересно. Много людей сегодня. Выходной день. Люди отдыхают. Много с детками. Фотосессии проводят люди. Уточка плавает. Малыши-то на островке сидят. Как они туда добрались. Я не видел. Что-то делишь. Так. Малыши-то на острове. второй прием пищи первый раз я сегодня ела в 11 30 у меня сегодня ранний был завтрак пол двенадцатого кашка тыквенная творог кунжут сверху как обычно и у меня было два хлебца и помазочка такая с форшмаком вкусным форшмаком но сейчас сажусь есть у меня сегодня почти рыбный день но сегодня у нас не вторник и не четверг как раньше понедельник и вот моя тарелочка посмотрите солнышко светит салат капуста молодая зеленый лучок огурчик свеженький помидор мидии миди сама мариную кто-то скажет дорого да не дорого это даже очень бюджетно килограмм мидий 150 гривен это где-то 5 долларов не хватает их на месяц даже больше килограмм мидий сама мариную немножко в кипяточке обдаю их дезинфекция такая паприка соль домашний яблочный уксус то то лимонный сок приправом рия для рыбки немножко добавляю очень вкусно получается очень вкусно так что пробуйте маринуйте по своему желанию добавляйте свои специи и вот сверху у меня тунец купила баночку тунеца 80 грамм на ценнике пишется кусочками растительном масле неправда мячка невкусная собственном соку очень вкусный тунец кусочками намного вкуснее ну ладно не будет товар пропадать поедим ну вот такая тарелочка яйца старалась отварить мешочек немножко отвлеклась а но ничего красиво яркая тарелка и очень полезная большая порция 300 400 грамм точно здесь есть точно я себе сегодня еще позволю жаной хлеб который я сама выпекаю пожалуйста вот мой хлеб черносливом очень вкусный хлеб очень советую у меня есть и есть на канале видео выпекаем хлеб есть так что кто хочет пожалуйста выпекайте мне еще пишут женщины вот хочется вечером так сладкого милые мои давайте находить альтернативу сладкому плохому у меня всегда есть что-то сладкое вкусное но как для меня сладкое вот пожалуйста сегодня опять повторила десерт искушение ряженка желатин какао пакетик ванильного сахара очень вкусное вот напоминает внутренность сырка который идет в глазури шоколаде очень вкусно получается напоминаю все готовим форшмак вот у меня в этом судочке форшмак это было у меня утром на хлебец ржаной хлебец не хлеб а хлебец вот такими тарелочки на которых я стройнела и держу вес всем приятного аппетита кто со мной